всем привет дорогие автолюбители вот и наступило то время когда я решил заняться все таки рамой точнее ее обработкой несколько моих видео про раму набрали большое количество просмотров десятки тысяч комментариев и люди рассказывают свои варианты обработки рамы автомобиля я решил последовать вашим советам достал пуш сало также пластилин автомобильный мавиль керосин битум то есть что будет происходить моих видео которые я буду теперь снимать про раму в этих видео я буду показывать наглядно как действует как работает пуш сало с мавилью как она работает с битумом как она работает с пластилином для этого я буду частями покрывать свою раму и постоянно снимать ролики о том что с ней происходит как себя чувствует пушечное сало с каждым из определенных ингредиентов предложенных вами а также будет момент когда будут они смешаны все вместе и также нанесены на одну из частей рамы где мы будем каждую неделю две смотреть я буду снимать видео и показывать как это работает на морозе как это держится на ржавчине как это держится внутри рамы и на протяжении года мы сделаем определенный вывод вообще поэтому пуш салу и вы сделаем выводы с чем же все таки лучше его мешать и на какую поверхность покрывать между роликами про раму я естественно буду выпускать другое видео так что те кто хотят следить за рамой прошу не отписываться просто ждать определенного момента в описании будет всегда описано о чем видео и следить вместе со мной то есть ним не бояться других роликов которые будут выскакивать между роликами о раме так что друзья начинаем первым постараюсь сделать ролики максимально короткими но в то же время максимально информативными сегодня же мы начнем задней части самой скажем так ну возможно ржавой и посмотрим что произошло после обработки рамы год спустя прошел уже ровно год и месяц как вышел самый популярный популярный ролик о раме значит и начнем частями ее покрывать и будем двигаться по всей раме автомобиля и защищать ее от коррозии и так ребята поехали сначала я снимаю запаску чтобы было видно получше вам вот эта часть начнем задней траверсы и начнем готовить зелье ну что погнали друзья снял я запаску на удивление все снилось хорошо снял также корзину запаска правда оказалась пустой ну дело не в этом обрабатывать так как мы решили в этот раз заднюю траверсу вот она у нас начнем с чего зачистки прошел год как я от раба обрабатывал ее отработкой и посмотрите что получилось слой ржавчины или это слой отработки сам факт мы видим что слазит она хорошо металл сразу практически становится ржаво чистым значит сейчас я это все очищу слегка пройду щеточкой и начнем варить наш адский хим состав который спасет нашу раму как пишет большинство десятки тысяч подписчиков и зрителей моего канала и так погнали начинаю чистить чистить буду отверткой сниму вот этот основной слой особо выпендриваться не будем долг блестящего металла очень хорошо кстати отходит после обработки возможно кому-то пойдет на заметку как можно впоследствии по-быстрому очистить раму своего внедорожника очень хорошо все отлетает просто сказка металл найчистейший причем везде где побывала побывала наша отработка просто не надо ни щетки ничего только наш дом 3 до 3 новый метод очистки от ржавчины значит также небольшой щеточкой сниму основную такую грязь до металла мы будем полировать в другом месте чтобы посмотреть где крепче будет держаться пуш сала с присутствием небольшого слоя ржавчины или все-таки на голом металле она будет держаться крепче мне почему-то кажется что ржавчина на металле все таки дает какую-то цепляем и будет удерживать лучше чем на голом металле эту часть я очистил траверсы у нас готова эту часть мы покроем пуш салом а вторую часть мы покроем пуш салом смотрели то есть у нас будет наглядный образец где мы увидим что лучше и что хуже для автомобиля итак ребята прошел час посмотрите заднюю часть очистил я сколько смог точнее сделав так как мне кажется будет оптимально для обработки пуш салом потому что если вычистить ее до металла тогда уже ее придется красить преобразователем ржавчины мы в этом видео не будем обрабатывать а сделаем половину траверсы так как она у нас не такая пустотелая как рама а выглядит как швеллер значит мы ее мы ее покроем как я и говорил половина пуш сала а вторую половину пуш сала с мавилью и впоследствии будем смотреть что с ней будет происходить ну а остальную право мы будем и заливать вовнутрь как я говорил эндоскоп при волоку и уже будем пробовать вот эту часть например мы покроем пуш сала пластилин а эту часть пойдем пуш сала битум мавиль и будем постепенно гнать ее до передка также будем здесь обрабатывать и наблюдать за процессом как это все будет у нас держаться как зима будет переживать как на морозе все это будет выглядеть сейчас мы приступаем к приготовлению нашего зелья сейчас я попробую взвесить немного пуш сала чтобы понять какой примерный расход будет уходить его на ну допустим вот эту деталь сколько у нас уйдет пуш сала при обильной смазки чтобы уже сделать какой-то вывод понимать примерно сколько всего понадобится на грамму так что приступаем к варке ребята набрал пуш сала я вот в такую банку взял специально ну почти килограмм тут без 20 грамм то есть от этого мы будем отталкиваться сколько нам понадобится этого зелья и так поехали варить набрал ровно килограмм пуш сала включил плитку и сейчас мы его растопим и 1 1 обработка будет чисто керосин пуш сала выложил килограмм пуш сала в таз значит она не хотела размазываться очень густое мне пришлось на некоторое время снять миску залить буквально чуть-чуть керосина попытаться его разжижить вот я разжижил размазал по тазику она стала более эластичная стала закипать такой запах керосина и как будто бы свиной шкуры что ли отдает возможно пуш сала и готовилась из животных в ссср если кто в курсе черканите в комментариях а то все пуш сала пуш сала никто толком не знает из чего она делается значит посмотрите вот она начинает в центре уже становиться таким коричневой коричневой жижей но я чувствую все равно придется добавить еще керосину очень она тяжело как мы видим вплавится сейчас попробую добавлю еще часть керосина но для этого я сниму таз чтобы не происходило кипение уже самого керосина и после этого поставлю нагрею и покажу что из этого получилось ребята адская смесь готова чистая пуш сала килограмм и 1 литр керосина в подогретом состоянии вот так это все выглядит то есть грубо говоря кисель и сейчас мы этим киселем начинаем покрывать заднюю часть рамы поехали итак поехали разогретая адская смесь у нас в тазике и пробуем покрывать раму после того как я почистил раму я не стал убираться убирать грязь потому что сейчас излишки нашего пуш сала стекать горячие могут стекать на полу поэтому перемешается с грязью так вот так выглядит этот процесс смотрим она даже сразу же начинает остывать и застывать до половины вымазываем галимым пуш салом со всех сторон я это сделаю сейчас со всех сторон показывать не буду тут надо пока не остыла как говорится куй железо пока горячо все обработают и после покажу что из этого у меня вышло ровно посередине все конкретно замажем значит ложится стоим она своеобразным как вы видите после того как я развел его с керосином цвет у него но на холодную по крайней мере он стал цвет у нас такой какой-то желтоватый видать керосинового что-то с ним такое интересное сделал так ладно друзья сейчас до конца обработаю эту сторону и перейдем ко второй уже к мавили ребята половину траверсы покрыл значит мы во многих местах приходилось загонять вручную так как нет невозможно было подобраться есть даже еще немного пропусков сейчас я тут их доделаю дамажу надеюсь керосин у нас растащит это как как все уверяют растащит нашу мазуту по заднему усилителю бампера и по задней траверсе также здесь я пометил сделал метку следующем видео мы посмотрим так ли действительно керосин растаскивается как рассказывают пишут в комментариях что керосин чуть ли не на метр уползает вместе с пуш салом тут парами будет ползать посмотрим но сейчас добавляем мавиль в остатки пуш сала и проходим вторую сторону также но уже с мавили вот у нас тут немного осталось переходим к замесу замес номер два добавляю мавиль потихоньку уже налил ориентировочно 100 грамм 100 грамм и перемешиваю остатки нашего пуш сала посмотрим что же сделает мавиль на с металлом как она ляжет кстати заметно при добавлении мавили пуш сала стала становиться каким-то как как вообще таким жидким даже какие жижи киселя уже такое мавиль подразвела ее развела пуш сала на совсем стала хлипкая на грани текучесть и ну и что переходим к обработке рамы посмотрим на результаты пуш сала уже с мавилью ну что поехали обрабатывать вторую часть уж сала мавиль посмотрим как она кстати ребята заметил что с мавилью с мавилью пуш сала стала намного жиже мавиль она как-то умудрилась очень странно и очень быстро растворить все конечно есть минусы вручной обработки значит капает так что если у вас постарайтесь укутать что там у вас лежит я когда чистил раму хорошо грязь не убрал и теперь вот это вся мазута течет на грязь которую я потом обмету на мавиль заметно разжижен пропорции вы видели а пропорции равны 1 литр керосина 1 литр уж сала только после этого даже в горячем состоянии она начинает растворяться более-менее нормально до этого было вообще какая-то жесть какая-то жесть он был очень густой как холодец этот наш состав значит большую часть вот в таких сложных ситуациях туда же из пистолета то можно разжижить конечно состояние вообще полного растворения на это намного керосина и тут будет течь все как бы в таких неудобных местах где-то придется даже руками я мажу приходится брать и туда загонять его уже такие места как там вот сверху значит так смотрите на словах она выглядит конечно все просто но на деле и вот здесь что мы сделаем как и с той стороны вот намажу половинку вот так запах кстати очень изменился изменился у этой смеси нашей адской кстати кисточка какая-то стала растрепана или от этого состава она разъярепенилась но чё-то вид у нее грустноватый по ходу и кранты наступят так здесь же также как и на той стороне вот примерно ровно напротив отверстия делаем заметку и посмотрим поползет ли керосин дальше как там все рассказывают утаскивать чуть не на метр за неделю буду снимать через неделю покажу так что вот пока так ладно все доделаю потом посмотрим как это у меня получилось но в целом видите вот такая ситуация на данный момент ну а я продолжу либо концовки мы посмотрим конечный результат прошло четыре с половиной часа от того момента как я заехал в гараж и посмотрите что у меня получилось до задняя часть очень неблагодарная потому что много скрытых полостей особенно таких ни два ни полтора то есть приходилось много работать помимо кисточки и щеточки руками запихивать ее туда тут во все щели значит что у нас получилось ушел килограмм пуш сала литр керосина и 100 грамм мавили получается половина рамы у нас покрыта чистым пуш салом с керосином вторая половина покрыта керосином мавиль и пуш сала скажу сразу что с мавилью пуш сала стала какое-то намного жиже стало сразу пропали комочки какие-то растворились хотя и нагревал на плитке и наносилось более как-то более как-то приятней эластичнее наверное вот выглядит это все так растворил то есть в литре керосина килограмм я взвешивал безменом как вы видели один к одному но даже в нагретом состоянии она не потекло что интересно вот с мавилью стала чутка пожиже и вот результат обработал я со всех сторон пришлось немного помучиться но надеюсь это того стоит вот на загонял там куда только можно также поставил ориентиры как вы помните посмотреть как керосин волокет ли он за эту черту пуш сала или это сказки что некоторые говорят здесь также вот черта проведена отверточкой посмотрим залезет через какое-то время поползет пуш сала или нет также ребята запаску вешать не буду потому что следующих видео мы будем мы будем снимать чистить раму дальше эту часть мы покроем пуш сала керосин мавиль пластилин многие часто упоминают пластилин автомобильные у меня он есть ну раз говорят попробуем а эту часть рамы мы погоним уже пуш сала керосин мавиль и биту тоже люди пишут что хорошая адская смесь то есть буду делать все что вы говорите обрабатывать вашими способами и в итоге мы будем делать выводы будем периодически снимать каждые каждые будем снимать там неделю-две и смотреть что у нас происходит как зима действует на все эти средства нашей обработки как она по переживет зиму ну и вообще как это все выглядит случае каких-то интересных ситуаций я буду это все смывать и мы будем пересматривать уже как у нас было и как стало то есть что лучше защищает кузов а что нет так что друзья кому эта тема интересна вам остается только подписаться нажать колокольчик и ждать следующего видео а мне же в свою очередь снимать и показывать вам что будет получаться и всей этой истории так что друзья прощаемся ненадолго до новых встреч и всем пока